Находимся на территориях контролируемых РДК, я вам сектор не буду, естественно, называть, но это территория Российской Федерации, давайте так скажем, пока что еще. Есть разные направления, есть направления, где на несколько километров продвинулись подразделения, есть на несколько десятков километров, он готовился несколько месяцев. У нас, в принципе, есть достаточно большое количество различных сценариев в разной степени готовности, здесь, я думаю, что нельзя сказать, что мы упираемся исключительно в какой-то один сценарий, долго его готовим, его реализовываем. Сценариев много различных на различных участках фронта, поскольку РДК занимается не только подобными операциями на территории России, активно очень принимает участие и на фронте, в принципе, вообще в целом, допустим, у нас не так давно большая часть подразделения вернулась с Авдеевского направления. В данной операции потерь нет. В стране России потери есть, но о каких-то цифрах, я думаю, что мы будем говорить позже, поскольку бои продолжаются, но потери есть и в живой силе, и в технике. Давайте будем смотреть динамику и анализировать уже позже. Белгород достаточно близко находится, и он с технической точки зрения поразить объекты, находящиеся в Белгороде или вокруг Белгорода, можно и с помощью БПЛА. Не только с беспилотников, но с беспилотников в том числе используются в том числе другие средства, но пока мы с довесу этой тайны не будем открывать. Пленные есть, о количестве мы пока не говорим, поскольку боевые действия ведутся. Пленным оказана соответствующая медицинская помощь, и они переданы украинской стороне для выполнения обменного фонда. Это стандартная процедура с украинской армией, связанной прекрасными дружескими и рабочими взаимоотношениями с представителями украинской армии. В данной операции, как и во всех подобных операциях на территории Российской Федерации, планирование и реализация являются исключительно нашей прерогативой. То есть, все, что планируется и все, что осуществляется на территории Российской Федерации, это инициатива и реализация русского добровольческого корпуса, либо, может быть, регион совпады России, либо представители сибирского батальона. Вооруженные силы Украины, они оказывают нам определенную поддержку на территории Украины непосредственно. В основном это логистика, то есть это перемещение раненых, это подвоз топлива, подвоз БК, собственно, на этом, наверное, все. РДК не занимается терактами на территории Российской Федерации, но мы говорим всегда о том, что люди непосредственно причастны к боевым действиям, люди непосредственно причастны к нападению Российской Федерации на Украину, это могут быть офицеры высокоподставленные, это люди, принимающие решения, это могут быть разработчики, конструктора оружия, это могут быть поставщики, это могут быть какие-то коммерческие, ну, представители коммерческих структур, которые спонсируют напрямую так называемое СВО, всех этих людей мы считаем абсолютно законной целью, поскольку все они являются военными преступниками. У нас очень длинный список, про многих из этих людей нам очень многое известно, включая личные данные. Мы над этим работаем, агентскую базу определенную мы расширяем и масштабируем на территории Российской Федерации всем любителям ТикТок войск, либо людям, пытающимся обвинить нас, либо кого-то еще в ТикТок войне. Я могу сказать о том, что ТикТок войска не хоронят своих сослуживцев, не лечат своих сослуживцев. Были сослуживцы, тела которых я лично выносил с поля боя. У нас есть огромное количество и медиаматериала, и каких-то отзывов от наших коллег, от наших смежников по фронту, и, в принципе, весь боевой путь написан на официальном телеграм-канале русского добровольческого корпуса. И я думаю, что очень сложно было бы сделать настолько уж эффективные ТикТок войска.